Друзья, сегодня у нас в эфире будет настоящая химия, юмористическая, потому что в новой эфирной студии на телерадиоканале Страна FM, как всегда, мы, Маш Новая, Майк Войнс. А я-то думал, Маша... А что тебе, наушничек, Тарчи, дай тебе, сделаю красоту, поухаживаю за тобой. А я-то смотрю на Машу сбоку, смотрю, изменилась ты, сутки тебя не видел, и химия, на тебе-то химия, розовая химия. Нет, Мишка, это не химия называется. А что же это? Ладно, это оттеночный шампунь, друзья, те, кто нас сегодня только слушает, не смотрят, поэтому немедленно включайте еще и картинку, да, я сегодня с розовыми волосами. А я однажды тоже помыл голову этим шампунем, понимаешь? То есть меня ожидает то же самое. Последний раз, когда я им пользовался. Я поняла, все, друзья, больше краситься не буду. Ну что же, вот так вот шуточки с юмориночки начались сегодняшний вечерний эфир. Ну и, как всегда, в этой студии мы не одни, к нам пришел сегодня замечательнейший гость, прошу любить и жаловать, стендап-комик, участник проекта, открытый микрофон и рассмеши комика Андрей Цыховский. Аплодисменты. Привет, 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 ребят, может быть на ты, да? Да, Андрей, давай на ты, конечно. Маша, Миша, Андрей, все свои ребята вместе с нами, да. Андрей, мы всегда в вечернем эфире, собственно, нашим зрителям и слушателям рассказываем, как научиться относиться к жизни с юмором. Может быть, у тебя есть какой-нибудь секретик, лайфхак, которым ты хочешь с ними поделиться? О, прикольно. Вы решили в стендап-комика спросить, как относиться к жизни с юмором. Это первый вопрос, а вторым мы еще попросим пошутить. Да, да, обязательно, обязательно, да, да. Если бы я был сапожником, вы попросили меня шить кроссовок сразу, да. Откуда вы знаете, Андрей? Ну, я вот такой вот. Логическое мышление. Логика понятна. Слушайте, стендап-комик это такой человек, знаете, он на сцене, он вроде бы шутит, всем так кажется, вот. На самом деле он все это проживает, пропускает через себя. И вообще, знаете, ребят, если веселье в жизни, то это вот не к стендап-комику вообще. Да, стендап-комик это, ну, это очень тихие, молчаливые, задумчивые люди в большинстве своем. Вот, хотя, ну, есть, наверное, исключения. Андрей, тогда, если мы уж совсем на серьезный лад, мне есть чем парировать. Так, ну-ка. Андрей, ты говоришь, вот эти самые серьезные люди, абсолютно тихие, спокойные, но веселые на сцене, пропускают все эти жизненные ситуации через себя, но дальше-то внутри человека есть выбор, по какому пути пойти. По веселому, то есть пропустить через себя, высмеять, как-то, ну, не знаю, порадовать зрителя шутками. Ну, или посмеяться над собой, над ситуацией. А есть же и вторая сторона этой медали, то есть удариться в депрессию, то есть там будет совершенно не до смеха. Но почему вы все время выбираете именно первый путь? А в том, что мы его выбираем? Наверное, процентов 70 сендок комиков, они регулярно пребывают в депрессии. Вот, потому что, ну, серьезно, есть такой закон, что плохо для жизни, то хорошо для выступления. Вот, и чем, как бы, сложнее будут твои жизненные обстоятельства, тем интереснее у тебя будет материал на сцене. Вот, поэтому я честно, я очень хочу, чтобы сегодняшний эфир был максимально веселым. Ну, как могу, ребята, как смогу, правда. А вот, кстати, мне понравилась вот эта тема, что чем сложнее у тебя жизнь, чем больше всяких перипетий и сложностей у тебя проходит, тем плодотворней будет твой стендап, тем интереснее будет тема, на которую ты рассуждаешь, правильно? Андрей, а какая была, ну, может быть, ты вспомнишь, вот первая тема, с которой ты вышел на сцену? О чем ты пошутил? Вот впервые выйдя, как стендап-комик именно. Ну, я именно поэтому, наверное, вышел. Это случилось год-два назад, и я уже максимально устал в этом рассказывать, но у меня появились проблемы со здоровьем, вот, вследствие которых, ну, ничего особенного, просто внешне похож на пьяного. Вот, если бы я это не сказал, то ваши зрители и слушатели сидели и думали, что они его выпустили? Они с ума там посходили вообще, ибо если это не объяснять, люди так и думают. Да мы просто на троих здесь сидим в эфире, да и все. Да, да, и, собственно, поэтому, ну, я устал ловить в жизни на себе какие-то косые взгляды, там, какие-то бабульки, которые меня осуждают, там, просто вот смотрят и там... Проститутка-наркоман вот эта. Да, 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 абсолютно. Я этого ходил, это все как-то во мне это копилось, копилось, и пришел, ну, уже год-два назад пришел момент, и случай подвернулся, когда я вышел на сцену, взял микрофон и сказал, блин, заколебало, надоело. До этого ты вообще не занимался юмором в этом ключе? Ну, слушайте, я играл в КВН, там, в школе, в лицее, в университете, это было давно. А после этого, нет, после этого я ушел строить карьеру во всякие компании, вот, чем удачно занимался, вот. А потом перестал это делать в связи с тем, что больше просто, ну, не получалось. Слушай, ну это получается очень интересная такая, очень интересная жизненная ситуация, потому что, наоборот, многие люди, когда встречаются с какой-то бедой, будь то с болезнью, будь то еще там с чем-то, правильно, они, наоборот, замыкаются, уходят в себя, и так далее. Как дать вот этот вот золотой пендаль себе, чтобы пойти и повернуть все это вспять? Так и было, я замкнулся, ушел в себя и провел чудесные месяцы в 12 депрессий, великолепных, убоительных. Как происходить, то есть, да, как был, с чего строился процесс? Процесс, то есть, процесс лежания на кровати, накрытые одеялом и нежелания ничего. Вот, вот весь процесс. Нежелание ничего 12 месяцев. Ну, подожди, а почему именно через год ты понял, тебе потребовался целый год, чтобы переосмыслить все свое состояние и понять, что надо что-то делать дальше, надо как с этим бороться? Или были те, кто тебе помог? Или просто ты встал в один прикосновение и сказал, да устал что-то лежать? Да надоело, да, реально, пойду что-то, надо поржать над этим. Слушайте, да помог, да я не знаю, но там, понятно, что у меня были друзья, которые периодически видели, что происходит, и старались меня как-то куда-то вытягивать. Я мог не брать трубки неделями, да, то есть. Веселый эфир, да? Нет, на самом деле... Нормально, рассказывай. Что это делать, когда тебе реально, ну, как бы, тяжело? Слушайте, есть, я узнал, что есть такое состояние, когда ты отчаянно хочешь хотеть чего-то хотеть, когда хочется чего-то захотеть, когда хочется увидеть в чем-то какой-то смысл. У нас же не принято ходить к психологам, да, к профессиональным людям, которые помогают тебе справиться у нас, это как бы у нас принято пить. Да, иммиграция внутрь себя. Да, да, ты как бы выходишь, чтобы иногда с кем-то или со мной выпить, и заходишь обратно. Ну, не знаю, я не знаю, как это происходит у кого, у меня произошло, это как-то мне просто надоело. Я подумал, так, ну и что, еще жить, наверное, лет сорок, там, пятьдесят. Сколько тебе было в этот момент? Посчитал. Мне было, ну, тридцать четыре. Ну, сорок-пятьдесят, да, там, возраст даже. Ну, трое несут, да. Я подумал, ну, я же не могу все время вот так, надо что-то делать. И, наверное, наверное, это как-то звучит, может быть, по-киношному, но когда у тебя появляются мысли правильные, то появляются какие-то обстоятельства. То есть не просто я вычитал объявление какого-то стендап-фестиваля, который вообще недалеко от того места. Сейчас, подожди, давай мы вот на этом месте сейчас прервемся, потому что, друзья, повесим такую маленькую интригу. Уйдем сейчас на музыкальную паузу. Что же было дальше? Да, да, да. Что было дальше? Самое интересное сразу же по-воследствии. Друзья мои, телерадио, зрители и слушатели страны ФМ. Обычно в это время у нас все подчинено футболу. 18-20 на моих часах. Но сегодня нет, дорогие друзья. Ну, не было. Не было вчера футбола. Ждем мы полуфинала сегодня, полуфинала завтра. А там что уж там? Мяч за третье место, финал и все. Вот он и весь футбол на чемпионате мира. Но зато у нас сегодня в студии замечательный гость Андрей Циховский. Прошу любить и жаловать. Да, Мишка, потому что есть темы поважнее, помимо твоего футбола. Есть темы, знаешь ли, жизненные, актуальные. Как вот тебя бьет судьба, не знаю, по-всякому. А ты не теряешь вот этого какого-то оптимизма. Встаешь и идешь, даже несмотря на то, что год лежал, ничего не делал. Пил. Да, как Андрей, который сегодня у нас в гостях. Ну, рассказывай, что приключилось дальше? Мы вот в прошлом выходе остановились на том, что действительно был у тебя очень сложный период в жизни. Была некая, там, образовалась некая болезнь. Ты ушел в себя, в ступор, в депрессию. Провел так год. И дальше ты понял и вот что-то нашел. Вот, а дальше начала думать, что она чего-то делала, и подвернулась, вот, там, не знаю, какой-то пост в соцсети, что вот там-то фестиваль стендап-комедии, да? Неожиданно. Ты когда-нибудь вообще задумывался о том, что ты станешь стендап-комиком? Да я вообще об этом не думал, я не собирался этого делать, у меня не было в планах. Я смотрел по телевизору, смотрел, ну, я не помню, что-то я смотрел. Тогда, в общем, стал только набирать популярность вот стендап на ТНТ, да, и мне стало интересно, прям, мне было интересно смотреть. Я задовольствовался. Я не смотрел, не думал, хочу туда, к Руслану Белому. Здесь важно, здесь важно, напомни, чем ты в это время занимался? Да ничем не занимался, я занимался, что, сама, как это слово, господи? Нет-нет-нет, я не про депрессию, я про профессиональные твои занятия, то есть... Да я работал в компаниях, строил карьеру, и, в принципе, все у меня... Офисная, типичная офисная жизнь. Ну как, да, можно сказать, офисная, да, ну это была руководящая работа. Да-да-да, я был... Ну нормально все было вообще. Нормально все схвачено. Ну вообще неплохо. Ну видишь, как интересно, значит, у кого-то на твою судьбу были другие планы, что вот так вот тебя развернуло в другую сторону. Наверное, наверное. Короче говоря, думать нужно созидательно, думать нужно правильно, и тогда начинает что-то происходить правильно в твоей жизни. Вот, поехал, я первый раз выступил, я этого не помню, я выступал минуты четыре. Подожди, уже выступил, подожди, а как ты писал вот этот свой первый стендап? Писал ты ничего, я сел, я сел, ну как, у меня все это вертелось, вот мысли в голове, которые у тебя постоянно... Что-то уже сформировалось там. Которое у тебя по кругу каждый день ходит, когда ты просыпаешься, ты начинаешь об этом думать, засыпаешь, естественно, ты думаешь... И все это на бумагу излил, соответственно. Вот, ты просто выписал это на бумагу, потом как-то сократил это до регламента, до там четырех минут. Ну, друзьям ты показывал этот монолог, прежде чем выйти на сцену? А наоборот, тем людям, которые тебя позвали, то есть премодерация какая-то была? Ну, это просто регистрация онлайн и все. Ты просто приезжаешь, туда приехал человек, наверное, 700. Ого! Выступать! Ну, явно не все прошли, правильно? Ну, конечно. Так, ты оказался в числе счастливчиков, которые прошли. Нет, смотрите, это был самый первый мой фестиваль, я не помню даже, куда там проходили, это планировался какой-то проект, которого в итоге так и не было. Ну, это не важно. Главное было самоучастие. Самое главное было встать и идти. Да, да. Вот, и все, ты встал, пошел, и с тех пор вот я иду куда-то, иду, иду. Ну, то есть я нашел себе дело, которое не дает мне сесть. Андрей, а вот эта, кстати, важная фраза была тобой пронесена. А куда идешь вообще? Куда идешь? В светлое будущее. Слушайте, я... Нам по пути. Есть какая-то... Не, ну правда, Андрей, есть какая-то цель твоего, не знаю, ну не конечного пути, но вот чего ты хочешь добиться? Стать там самым лучшим первым комиком в России? В общем, да, ну конечно, но всегда у человека должны быть амбиции. Вот. Они, скорее всего, есть. Я четко себя понимаю и вижу, ну как бы я хотел видеть себя, там, скажем, через год, через два. Да? Вот. Понятно, ты занимаешься делом, которое тебе очень понравилось, ты уже, ну, не мыслишь. Хочется в этом деле быть успешным. Вот. Но это все происходит не в один день, а в плане стендап-комика в чем выражается успешность? Да, это в том, что он пишет крепкий, плотный материал, он с ним, где бы ни выступал, он, ну, понятно, он, этот материал заходит, но он выступает хорошо. Это видит, его лицо становится узнаваемым, вот, его выступление... Дальше его приглашают на телерадиоканал Страна.ФМ. Не выдавай сейчас все секреты, не выдавай, потому что остальную часть, вторую часть всех секретов мы услышим после музыки. Оставайтесь с нами, друзья. Вот Валерия только что пела «Это время любви». Друзья, меня зовут Машнова, я вам скажу «Это время юмора» на телерадиоканале Страна.ФМ. Здесь, как всегда, Майк Войс. Машнова. И Андрей Циховский. Андрей Циховский, да, друзья, сейчас предлагаю перейти в ту тему, в музыкальную, собственно, каким наш канал и является, помимо всего прочего. Ты какую музыку любишь вообще, Андрей? Какую ты музыку слушаешь? Я люблю хорошую музыку. Так, российскую, популярную, хорошую музыку. Так, извини, Андрей, не повезло. Натывай на уши. Михаил. Что? Российскую, популярную, хорошую. Давайте пробовать российскую, популярную, прекрасную. Все, супер, задание будет очень и очень простым. Мы сейчас будем ставить тебе треки, которые будут в обратной последовательности звучать. Ты должен догадаться, что это за песня, и потом мы все послушаем дружно оригинал. Слушайте, а может, давайте начнем с правильной последовательности? Нет, я справильно буду так тупить. Так же угадывать долго, да? Собратно, давайте вау. Давайте собратно. Все, надевай наушники тогда, ты будешь сейчас как настоящий радищик. А у меня сколько-то время есть или что? Пока играет музыка, у тебя все время. Время есть, там можно кофе заварить. Да, все твое. Нормально, удобно, комфортно. Да, супер. Ты нас слышишь? Привет, привет, Андрей, по машинам рукой. Ну что ж, тогда 3, 2, 1, начинаем давайте с первого трека. Поехали. Кажется, она повторяется. Что я хочу сказать в этот момент. Спасибо, друзья. Андрей, как тебе сказать? Жесть, жесть. Жебу кур какой-то был французский, но из Магреба. Не-не-не, не снимай, можешь в них прямо. Явно что-то из Магреба. А во-вторых, вот ты знаешь, я тоже вот, ну как тоже, как и Маша, работаю на музыкальном телерадиоканале Страна.ФМ. И даже я не понял, что это за песня. Слушайте, это было обратным порядком. Обратный. А ты подумал, что это оригинальный вариант. Жестер, там прикольно было. А тебе понравилось? В обратном порядке, да, я прям... Шесть, шесть. Шесть, шесть. Бакур, бакур. Давайте посмотрим, сколько раз он шесть произнес. Может, там какой-то есть... Шесть раз по шесть. Загадочное число. Так это песня 36, шесть по шесть. Нет, это не так. Опять не так. А давай маленькую подсказку тебе. Давайте. Маленькая подсказка. Этот исполнитель привез Евровидение в Россию. Вот так, сразу. Дима, Билан. Молодец, это сразу же. А песня? Так, все, плюс сто баллов, да? Сто баллов есть, но самая-то главная песня. Да, песня. Ну, если там есть буква Ж... Не надо это слово говорить. Что это может быть за слово, в котором есть буква Ж? Ну, не то, которое вы подумали. Женщина. Женщина. Женщина там тоже есть, но в клипе он с ней танцует. Так, тыс-тыс-тыс-тыс-тыс. Очень красиво. А песню, что можно не угадать? Меня пропасть не... То есть, ну, какое-то наказание будет. Окей, да нет, наказание не будет. Знаешь, почему ты сидишь именно вот на ковролине? Почему мы на металле, а ты на ковролине? Вот там ковролин просто открывается, а там дальше царство Аида. Сейчас будет кнопка, и ты, значит, улетаешь. Ну, ты знаешь какие-нибудь современные композиции Димы Билана? Ну, каждый день ты же поешь перед сном. Я надеюсь, чего-то из раннего Димы Билана. Да-да-да-да-да-да, неопубликованного опять же. Да, да, мог бы. Билан Северянинов. Окей, слушаем тогда оригинал. Сдаешься? Да, я сдаюсь. Все, сдаешься, слушаем оригинал. Поехали. Держи, держи руку мою, держи. Да? Я понял, что держи, это на «Ж», да? Держи одну, держи. Я тебе, клянусь, я первый раз эту песню слышал. Андрей! Я тебя поздравляю, ты услышал эту песню? С почином! С почином, Сима. Добро пожаловать в луку. Ну, а теперь у Димы Билана появился еще один поклонник. Слушайте, я уже не зря, уже все не зря. Все, поехали, слушаем следующую композицию. Ой, это гитбород. Цвет настроения синий, да? Сейчас, сейчас, Маша, Маша хочет кайфовать дальше. А мне кажется, что-то... Цвет настроения синий, синий. Он, Киркоров. Цвет настроения синий. Браво! А вы согласны? А вы согласны? Наоборот, звучит как ливанский такой ремикс. Турецко-ливанский. Да, да, да. Что-то есть такое. Сейчас как-то перед Биланом неудобно. Как-то Киркоров сразу угадал, а Билана... Так, но зато раннего Киркорова ты не застал, понимаешь? Сразу вот этого. Да, да, да. Ну, слушай, ну это хорошо. Тебе балл, значит, ты в творчестве Филиппа Бедро. Тебе балл. Хорошо разбирается. Так и написано в сеграме. Тебе балл. Тебе балл, да. А за досрочный ответ полагается... Два балла. Два балла сразу. Все, у тебя теперь два балла. И половинка, маленькая половинка за Билана. Я разогрелся, давайте. Все, поехали. Следующий. Руки вверх. Крошка моя. Так, ну-ка, стоп. О, прависсимо. Ну, это песня все знают. Реально? Детство прошло, я не мог этого не узнать. Становление потом, правильно? Юность. Да все вообще, все просто. Сейчас такие флешбеки. Вау, вау, что было? Такие мелодии нельзя под эту песню включать. Да все было. Ну что, ну первый поцелуй был под эту песню? Да первый, второй, третий. И не только поцелуй, я так говорю. Маша, ты все за старое, а? Как тебе начать шутить? И где же поцелуи были, да? Давайте так, под эту песню у половины страны было первое все вообще. Согласна. Первое все. А у остальной половины первое и последнее все. Наверное, да, может быть. Окей, ну что ж, на этой ноте переходим к следующему треку. Поехали. Смотрю я, смотрю я, Андрей, понимаю в его глазах фраза шар и мат. Лобода. Глаза. Да ладно. Да ладно. Брависсимо, ты угадал просто практически сразу же. Человек мне рассказывал, что он ничего не знает. Я работаю на музыкальном канале, я половину не знаю. Так, Миша, ты понимаешь, с кем я теперь должна работать? Меняемся, местами. Все, давай, ты на месте гостить должен быть теперь. Давай дальше. Давай тогда финальный трек. Давай. Попробуем, давайте. Поехали, слушаем спорту. Знаменитый гимн «Замби» сейчас прозвучал. Это сложно, скажи. Он как-то немного так вводит в транс. Если что-то принять еще перед этим треком, то можно реально уйти и в астрал, и в транс. Я правильно, сейчас я вообще не понял. Нет, давай еще, ну это легко, давай еще раз попросим. Ну давай, хорошо, еще раз. Мне даже понравилось, давайте. Поехали. Вот по первым аккордам. Иванушки. Так, ну, и песня. И песня. Иванушки. Интернешнл. Да, Иванушки Интернешнл. И песня твоя любимая, давай любую нам скидку. Я не тучи, как люди, что я не... Тучи медленней. Тучи, да. А быстрая. Тучи, как люди. Да, да. И сейчас бы было. А что у них такое есть? Забойная, веселая, летняя, обязательно. Так. Тополин и пух. Всех раздражающий. Тополин и пух, конечно. Раздражающий. Тополин и пух. Тополин и пух. Тополин и пух. Да нет, не песня раздражает, а тополин и пух. Я понимаю, почему Иванушки так популярны до сих пор. Почему? Потому что в обратном порядке, если слушать, это реально какая-то мантра вообще. Это приятно. Это такое прям мед для ушей в обратно, когда слушаешь. Дорогие друзья, сейчас мы попробуем послушать музыку в прямом порядке и увидим, что из этого получится. Внимание на экран. Мир зеленого цвета, а у нас мир юморного эфира. Как всегда, с шести до семи на стороне ФМ. Привет, друзья. Подпишись, подпишись на меня, дрянь. Это говорю не я, это говорит нам инстаграм Андрея Цеховского, который сегодня у нас в гостях. Андрей Цеховский с его инстаграмом Цеховский в одно слово, без подчеркиваний, без знаков припинания, без точек, без всего прочего ненужного. Однако дерзкий гость у нас сегодня, подпишись на меня, дрянь. Почему именно так, Андрей? Слушайте, я просто ленивый, я правда, я к инстаграму не отношусь серьезно. Для меня это профиль для того, чтобы делать репосты афиш с выступлениями. Я очень зря это делаю. Вот, и если после визита к вам у меня появится там еще подписчика, это счастье будет. Два подписчика. Гарантированно два подписчика. Это мы с Вишкой точно появимся. Я не могу ручаться за видеорежиссера, который сейчас настроил на меня камеру, ни за звукача, который говорит мне в ухо, я не подпишусь. За звукорежиссера. Постите, раз его бывает. А то вдруг она видится. За мою коллегу, телерадиоведущую Марию Новую. Но да, да, я подпишусь. Я тоже, обещаю. Но вот, кстати, ты сказал, чтобы размещать афиши там, может быть, есть сейчас уже, что можно огласить, какие ближайшие события, мероприятия, где тебя увидите, услышите? Да, смотрите, часто пишут, спрашивают, где можно вас увидеть, не только вас, куда сходите и так далее. Рассказывай. Слушайте, есть хэштег, который знают уже все комики, многие зрители называются, но ходите, хэштег, ходите на комиков. Вот о чем речь, да. Вот, поэтому хэштег... Вы зря сказали, это Мария. Я теперь знаю, какой хэштег появится под всеми машинами и постами. Ходите на комиков, отлично, спасибо за сходу. Вот, поэтому хэштегу, ну, все его ставят, нужно увидеть все стендап-мероприятия, сейчас это популярно, но это здорово. Это недорого, это бывает вообще бесплатно. Вот, в Москве. Смотрите, в Москве очень много открытых микрофонов по всему городу. Самые популярные заведения, где проходят стендап-выступления, это стендап-клуб номер один на Новом Арбате 21. То есть там и открытые микрофоны, и пятница-суббота шоу стендап-стор. Так. Вот, ребята, это от Руслана Белого, Юлия Ахмедова и Тимура Крыгинова, Петровка 21. Там вообще каждый день какие-то выступления происходят, и ребят из телевизора в том числе. Ты там выступаешь? Я там выступаю на открытых микрофонах и манимайках. Это там, где можно деньги выиграть, быть самым смешным и забрать денег. Круто. Поэтому много очень мероприятий проходит во всех городах России, ну, во многих. А вот, кстати, это очень интересная тема. Ты гастролируешь по городам России? Да, я езжу. Как вообще с юмором обстоят дела вот в разных городах? Потому что ты же сам не из Москвы. Нет. Ты сам из города Николаев. Из Николаева, да. Так, расскажи, как в Николаеве с юмором? Кроме тебя есть еще талантливые комики? В Николаеве пока еще не знают, что такое стендап. Ну, пока. Но это временно. Прости, у них вай-фай есть вообще? Да, конечно. Интернет очень всеки. Нет, все это есть. Как в Брянске дела, Маш? Прекрасно. У нас, кстати, есть. А ты не ездил в Брянск? Я был в Брянске. Какой город больше? Брянск или Николаев? Спасибо. Наверное, Брянск. Да нет, одинаково. Хорошо. Вопрос-то следующий. Так в Украине уже есть, соответственно, и стендап, и свой украинский стендап. То есть, а почему не знают-то в Николаеве? Ну, как свой? Я имею в виду, когда говорю не знают, имею в виду широкого зрителя. Вот в России люди знают, потому что есть успешный телепроект, и прошло уже какое-то время. Слушайте, в Америке стендап по американскому уму лет 70 уже, наверное. А у нас, ну, у нас, скажем, в России, да, ему сколько там? 7, 5, 6. 7, ну да, вот 5. Ну, телепроект идет 5 лет. Вот недавно праздновали 5 лет телепроекту, популярный телепроект. Поэтому зритель в России, он, ну, ему более известен формат. А в Украине, да, есть стендап, конечно, он, есть много хороших комиков, но зритель широкий знает меньше, потому что пока там нет популярного телепроекта, и непопулярного тоже нет, никакого нет телепроекта в формате стендап. Поэтому знают меньше. Ну, скажи, а ты сам ориентируешься на каких-либо комиков, будь то российских, может быть, американских или каких-то других? Есть у тебя какие-то фавориты? Да, конечно, ну, их много очень. Ну, например, ну, вот я здесь прочитала, что твой кумир, вообще, в принципе, Михаил Жванецкий. Так, это где, это где, это где? На одном из сайтов, комик, и дальше что-то там. Да, слушайте, ну, конечно же, Жванецкий, это, ну, он просто наш, понимаете, он наш, он про нас. Ну, да. Вот, конечно, надо смотреть всех. Я многих смотрел уже американских комиков, ирландских, британских. Могу долго причислять фамилии, но, в принципе, они... А мне будет достаточно... Давай топ-3, или да? Джордж Карли, нравится? Джордж Карлин, это легенда. Ну, это... Тут не умею, нравится, не нравится. Это легенда, это человек, это имя, памятник, это, ну, что... Понятно, что это... Я все говорю, Маша, да посмотри, ты посмотри. Я посмотрю, обязательно. Да, если, ну, нужны фамилии зрителям, которые думают, кого бы посмотреть... Да, давай, топ-3, вот один есть уже. Треть, ой, три, это очень мало, я быстро скажу, ну, понятно, сразу Карлин, да? Так. Луиси Кей, Билл Бёрр, Марк Бирбиглия, давайте, Дэйв Шапелл. И если ты черный, ранее Эдди Мёрфи. Эдди Мёрфи, Дэйв Шапелл, он тоже афромиканец, Эдди Мёрфи, это тоже легенда, то есть их очень много. В Америке их много. Все, прекрасно, все. К вопросам и ответам. Есть, что, Маша, посмотреть сегодня вечером, а мы приступаем к Блицу. Думать не надо, собственно, как и всегда. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Быстро, быстро, первое, что придет в голову, поехали. Погнали. Для меня самое важное в жизни. Семья. Идти по жизни с юмором это? Это идти. Если бы сейчас был 1018 год, что бы ты делал? Ну, я бы, наверное, уехал рыбу. А 3018? Слушайте, в виртуальной реальности я бы что-то делал. Когда ты будешь таким же креативным, умным, но уже старым, что ты скажешь своим праправнукам? Слушайте, я надеюсь, что когда я буду старым, я останусь умным, креативным и... Если бы не юмор, я бы сейчас... Спился. А вот прекрасно, друзья, на этой ноте. Прощаемся с нами. Сегодня был замечательный стендап-комик Андрей Циховский. Спасибо огромное. Надеюсь, этот вечер и пройдется с юмором. Спасибо, а пока. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну.